Рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении Дмитрия Когана перенесли во второй раз и на этот раз по инициативе самого осужденного. В адрес суда Коган направил ходатайство, в котором попросил отложить процесс и приобщить к делу некие дополнительные доказательства. Возражения от присутствовавших участников процесса не последовало. То есть еще какие-то, я поняла, доказательства намеренно осуждены представить, да, которые будут иметь значение при рассмотрении процесса? Мне надо с ним также обсудить позицию по настоящему делу. Все поняла, присаживайся. Сегодня заседание суда длилось всего 11 минут. Сам Дмитрий Коган на него не явился. Он продолжает отбывать свое наказание в колонии-поселении в деревне Хайрюзовка. Это в 100 километрах от Иландского. Напомню, что дело Дмитрия Когана вызвало широкий общественный резонанс. 3 августа 2014 года 19-летний студент Коган на своей машине насмерть сбил на пешеходном переходе двух девушек. Как позже установило следствие, он превысил скорость и проехал на красный свет. Это событие привлекло внимание журналистов, в том числе и потому, что за пару недель до этого автомобиль Когана был замечен на пешеходной зоне городской набережной. По делу Когана было назначено несколько экспертиз. Расследование явно затягивалось. Родственники и друзья погибших девушек даже выходили на пикет. Суд состоялся весной 2015 года, а приговор 3 года колонии-поселения прозвучал в июне этого же года. И вот, треть срока позади, Коган имеет полное право выйти условно-досрочно. Стоит добавить, что дело об условно-досрочном освобождении Дмитрия Когана слушается в Иландском районном суде с 20 октября. Первый раз его перенесли из-за того, что должным образом неуведомили родственника одной из погибших девушек. И следующее заседание суда состоится 17 ноября. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости. Субтитры создавал DimaTorzok